здравствуйте здравствуйте еще раз уважаемые анончики время 23 часа мы начинаем наш фир 5 наш сегодняшний дневной разговор может кто-то из вас его слышал натолкнул меня на мысль интересную я поискал информацию о том что вообще такое психическое логическое здоровье также даже что такое счастье ну и там были такие вещи как положительные эмоции умение значит переживать стрессы адаптироваться к изменяющейся среде что еще про деятельность много чего было ну то есть затрагивала сегодня просто этот затрагивался этот вопрос а где мерило дескать на 2024 год включая создает новый революционный на на стартап радио в натуре в стазисе находится стазис . временной капсуле слова стазис напомнило азиса это очень популярный был на радио исполнителя вообще на бардах давно очень давно да так вот чему то я мне кажется пора пора наконец-то действительно начать не начать избавиться от этих слов начать планировать завтра скоро так что этом хотел верстку верстку и вот собственно сегодня же когда я про счастье все это изучал там было сказано 6 какой-то подход сейчас я вам скажу наверняка вы слышали о состоянии потока нет господи боже мой я не найду это так быстро и от вообще не найду елки-палки нет сори она куда-то делась это вот к вопросу о том что что-то хотелось бы чтобы оставалось в голове вы кстати как согласны с тем что информация нас обогащает что мы о чем-то узнаем но это должно быть как с анекдотами сегодня меня осудили дескать я плохо рассказываю анекдоты очень плохо что-то где-то там было не связано ведь с информацией также если мы чем-то владеем владеть нужно вот и дом не ошибаясь не блуждая там что-то помню где-то там однажды я потерял очень много времени которое теперь обратно не вернется и решил лучшее время для всего для всего это сейчас не завтра не в четверг сейчас ну да все правильно так все верно ты ведущие все остальные слушатели некоторые даже писать ли у вас есть общий эфир то просто вы просто в разных ролях интересно платформа вообще для блоггинга они еще живы и даже это как-то смешно звучит блог веб-лог вообще знаете что у слова блог от этого возникло конечно знаете блог это журнал журнал то есть что-то что человек записывает регулярно вот как раз таки так как я это там прописал в расписании день 1 день 2 так на третий день сергей уже не весь не весел и бодр как думаете какая стать отрицание ну да отрицание действительно всегда нет на этот раз будет платформа для блоггинга туалетная бумага вот твоя платформа для блоггинга да я буду разговаривать свит в эфире пожалуйста пиши наверное куда-то я не знаю уже куда я не могу читать из разных мест все так сяк кто как где пишет и вообще не буду читать извините надо делать что же я буду делать вот и мне советовал там репозитории создать по моему у меня есть git labi аккаунт по моему есть git labi аккаунт слышь внучаев проекты интересно сейчас я попробую авторизоваться если это она то мы на git labi это все скинем учебник я буду писать не по истории и так именно так как я и говорил кирпичик за кирпичиком гвоздик за гвоздиком гробик за гробиком так да похоже мне удастся зайти а всего-то навсего нужно было так авто девопс и твыл автоматикали билда сеттен диплою пурьер аппликейшн бэйсдон и при фаинда си а и сиди конфигурейшн так ну что запускаем трансляцию сейчас все будет это не для детей в коем случае сколько людей помню тогда полегло когда они ввели эти правила детей не детей знали бы они там будет потом и так скидываю ссылку это стадия затвор как раз обычно сиденье происходит но чаев ты какой-то вообще не душевная тебя одна тоска но днятина реально уж лучше бы кино оставил кино говоришь кино тоска но днятина вот эта мысль что это должен быть критерий нет я не поведусь более осталось всего 50 минут господи если вы здесь часто то что такое 50 минут это пшик и все так вот сбил только я же что-то хотел сделать ссылку я хотел разместить на видео так ссылка на главный приклеить чатик там говорили так же мне вчера сказали про рилы я спросил как они вещают на разные эти сервисы еще удивился сколько всяких разных сервисов куда вчера всегда вещал фагет какой-то сервис такой интересный был ну ладно так мы тем временем создаем репозиторий как уж он там создается то так неселый говорят наверное веселее было бы вообще не прийти это я всегда успею знаете ли у меня висит тудушка созданная а не три месяца назад почему так недавно странно ладно с тудушками разберемся сейчас погодите так 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 что кстати позволяет вот я транслирую этот гитлаб создать пустой проект создать пустой проект планировать работу коллаборировать среди всего прочего это нам подходит создать из шаблона создать проект а вики тоже тут есть импорт project run ci cd external репозитор вот даже вот это очень интересно ну блин ну как же хотелось бы взять какой-нибудь привет мир и сделать deploy это конечно все есть это конечно все но но тоже не настолько пошагово как хотелось бы вот прям продумать все до мельчайших подробностей подробности как продумывает это режиссер в театре или я вот недавно смотрел фильмы про врашилова помните такого ведущий что где когда вот интересный же был человек последнее время все меньше таких людей ну каких-то своеобразных ярких говорят у него очень тяжелый характер был но все же очень много серости такого знаете вот такого такого да как в принципе жизнь наша становится на все есть один единый как раньше был google да так рейтбэнк project ну давайте маял сам project так и назовем она да ну а идти почему она потому что а идти да диплоем тагет кстати вот что вот это все значит менеджер контейнер рантаем фаргейт почти как фагет клаудран диджитала ушины диджитала уши нам за это платит self-managed контейнер рантаем подман докер сворм докер композ подман что-то знакомое хироку вообще отдельным идет пунктом а хироку разве не относится к managed контейнер рантаем virtual machine mobile app store registry infrastructure provider сколько незнакомых слов а сколько всего навыдумывали ну блин паблик обязательно паблик паблик морозов и мишила из репозитори из ридми и был статик аппликейшн секьюрити тестинг какой кошмар как страшно жить ладно что мы дальше делаем мы дальше это клонируем куда да вот сюда на рабочий стол так берем powershell и клонируем кстати как изучать гид правильно тоже вопрос потому что на гитхабе есть какой-то тип интерактивный учебник где надо делать какие-то задания насколько же он по отбитому сделан максимально отбито сделан так пишем гид клоун клоун у нас же оно клоуны вот они здесь по моему клоун так пишется клоун мы же тут клонируем да клонируем и открываем и открываем так открылась какие-то дополнения были для маркдаун кстати чем маркдаун отличается от RST RST RESTRUCTURED как он там называется да кстати в visual studio code интегрировали уже кроме копайлота или нет что то последний раз когда я это тестил копайлот даже в режиме чата был в бета версии писать документацию как писать документацию не документацию вернее обложек может в коммитах его писать или в бренчах или в чем ну что опять придется мучить гопатыча так как вы ничего не пишите чем отличается гид гид хаб гид баш гид это система контроля версий глобал глобал я кстати недавно отобирался почему он так называется глобал информэйшн трекер это если хорошее настроение если плохое что то там такое обзывательское гид хаб это сервис построенный на или для хостинга что ли или вокруг этой системы контроля версии ну а гид баш по моему это вообще какой то для windows пакет программ включающие гид и баш а баш это язык вообще язык командной оболочки или сама эта оболочка почему она называется оболочка кстати терминал тоже все это очень интересно это нигде толком не объясняют не рассказывают а не мешало бы а ты знаешь что у гид лаба есть кнопочка open with code это типа открывает в браузере что ли сразу еще у гид лаба есть гид лаб ду для вис кода не только ну расскажи тогда что опять придется в нейросетей спрашивать не путай гид и гид хабы я не путаю а где спутал сдаешь запрос поисковику читаешь все там есть ну вот согласен кстати с поисковиками как то по другому потому что ты пока ищешь ответ на вопрос походу находишь много сайтов разных добавляешь их в закладки и никогда потом не читаешь подман это как докер си айси диплой докера на кубернете с вашего хилла ворлда за тысячу рублей в час ну а чё если продумывает теоретик получается битардак серёг а ты читаешь комментарии на youtube нет по моему да делай что хочешь вообще да начнем пожалуй так вот даже чекбокс есть только не по моему вот здесь да обозначаются давайте спросим что делать давайте спросим только я опять не знаю кого спрашивать я планирую использовать гитхаб или гитлаб как дневник как лучше организовать записи в этом случае вообще хорошая ли это идея записи это комиты или отдельные файлы или бренчи так и писать что посоветуешь это интересная идея которая предоставляет несколько способов организации записи вот несколько рекомендаций по структурированию вашего дневника кстати я если сейчас буду это в гугле искать там уже тоже будут нейросети или еще нет не скажут что камни опасно нет гитхаб гитлаб как дневник я написал что-то ничего не находится толком гитхаб давайте на английском напишу гитхаб с блога какой то есть аккаунт скилл это что такое вообще гитхаб пейджет create a site a blog from your гитхаб репозиторизвод гитхаб пейджет не на гитхаб пейджет это не то то конечно но я хотел именно репозитории создавать так а вики нельзя на гитлабе использовать это чат гпт чем кому за 40 что за новое лога такое же так способы организации записи использование отдельных файлов создавайте отдельный файл для каждой записи по дате комитов каждую запись может сделать виде комита где сообщение комита будет кратким описанием записи основное содержание записи может быть в теле комит но этот способ менее удобен для длинных текстов обзора истории использование веток бренчес этот метод подходит для организации записи по категориям или темам например ветка для работы ветка для личных заметок и так далее ветки позволяют более структурированно управлять записями но усложняют навигацию маркдаун структуру папок можно настроить автоматические скрипты для создания файлов с шаблонами записи чтобы облегчить процесс но но today i worked on details task 1 task 2 thought of the day заключение использованы гитхаб и гитлаб как дневника это удобный мощный способ структурируется ну как всегда так что же тогда сделать действительно есть ли вики я уже закрыл эту гитлаб а как ее экспортировать тогда нафиг она нужна это вики где она хранится то вообще так значит это проект авто девопс закроем пинг commit branch tags project storage history файл 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 директора нету по моему вики это вики 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 что это будет не нафиг по-моему это ограничивает то есть учела должна быть учетка значит на гитлабе да на гитлабе именно чтобы правку предложить очень понимаю так писать что-то можно на вики но для большой документации это неудобно как неудобно развити не для большой документации сделано я бы поискал готовый шаблон блога на гитлаб еще там будет что предполагает шоу одни вопросы то есть вообще просто в этом можно утонуть во всем дают ссылку какой приятный молодой человек интересно этой странице сколько лет earlier this week I decided to start a blog I was wondering how I could actually go about building a blog since there are so many options out there when choosing a framework the properties I was looking for portability usability and data ownership что кстати по поводу obsidian гоу юзера херде лотоват хьюго хьюго это же что фастаст фреймборк фу билдинг вебсайт let's go нет да он там и пишет я никогда этого не понял static сайт генератор что значит сайт генератор типа то просто разметку в html конвертирует ладно самое главное у меня есть уже первая страница мы выкидываем redmi нафиг потом почитаем интересные какие-то шаги указаны так слава богу маркдаун я наверное чуть-чуть умею писать пишем мы так все в одной куче чтобы не забыть так что за проект она о чем он что зачем что так далее так это надо написать значит тудушка да типа вот так чему учимся чему обучаюсь о себе буду писать первое чему учаюсь html и css так чему обучаюсь чего начинаю ну надо писать обучаемся потому что я все-таки хотел найти себе подобных в этом суть вот этот именно подход что если друг другу рассказывать и бла 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 если друг с другом обсуждать именно каждый день то есть нужно сделать что-то или как-то найти да так сейчас тут я написал чтобы не потерять исхожу из того так 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 искать форматы формы обучения позволяющие позволяющие что уделять достаточное количество времени каждый день на протяжении многих лет желание есть заставить себя сложно наверняка с этим что-то можно сделать кто ищет тут идет надо искать до пробивать все возможные варианты в том числе и неожиданные ну вот в этом да наверное главная суть то что не интернет не кто-то еще естественно не предложит чего-то нового потому что его не существует предложит только то что же существует сделайте тудушку там блин не знаю придумайте себе интересные проекты и так далее ты не дочитал статью про блог да я не дочитал статью про блог потому что он пишет про гол про юга ты мне предлагаешь это читать все нафига мне это читать я не знаю него у них юга я первый раз вообще слышу об этом динка это маленькая статья а что такое а м м это месседж а и это что creating first post make sure you have git installed make sure you have юга installed делать больше нечего этот хилга еще захочет где-то нужно на имя project ладно так чему обучаюсь чего начинаю так включаемся все-таки напишу не могу удержаться с чего начинаем так цель ой блин как так можно было какое-то нажало сочетание которые все закрыла так цель хочу это не увеличивается вроде увеличивалась так ладно хрень какая-то так цель цели цели долгосрочные цели долгосрочные это джава скрипт кайп скрипт это м react ну и дальше ну джейс ну джейс ну джейс ну наверно ну ладно пока так frontend короче говоря в самом таком своем виде то есть если я написал что-то я делаю комит тип гид гид комит м м и нишу нет это уже не не шелками и что вот мне здесь писать сообщение в этом как часто эти комиты делать как это по правилам делается интересно умеет скажут фото и блин еще чего срок действия сеанс истек с чего бы он истек то так сейчас далее так как часто делать комиты что писать сообщение частота комитов зависит от вашего стиля ведения дневника и объема записей вот несколько рекомендаций ежедневные комиты периодические комит так сообщение комитов должны быть информативными отражать содержание записи вот несколько примеров как можно структурировать сообщение комитов дата и краткое описание спорить всю структуру для сообщения чтобы они были консистентными а вот так пишут типа вот эта короткая да а потом дальше идет там какой-то встроенный редактор же есть да если вы редактируете предыдущие записи апдейт а вроде же советуют писать в привилительном наклонение не апдейт это апдейт а кто советует даться по сообщениям комитов будьте конкретны что за консистентность ладно надо добить консистентность еще вот мне написать добавил блин 2024 25 05 24 старт вообще его можно попросить комит придумать блин но я не могу уже всего хватит старта блог с драфт хрен знает гид пуш сейчас он меня попросит авторизоваться на ой 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 doom чё все эти ну так ты прочитаешь что он пишет прочитай все сначала и до конца не надо скипать давай еще раз вернемся к статье про блог которые тебе скинул это же просто и удобно да блин вот это все вот так вот не знаю что ты можешь мне сказать почему мне зачем ты мне скинул это привет радио что мы сегодня кодим опять обучающая радио для подростков да что там по цели чатики видео потоки есть подвижки нет не это даже не backend я даже не знаю на чем у меня уже даже есть решение которое мне анончик ходил ни один ни одного смысле интересно так зайди в гид посмотри куда в какой гид был бы хорошо если был бы видео эфир а он есть серёжа хочет узнать правильно ли это что подумает сеньор если устраивает функционал используя так я уже ухожу скоро так помнишь вот этот блок знаешь на чем он написан да мне все равно на чем он написан блин кстати имеет виду вот этот блок хочу внучая фрф тоже еще живу поразительно а это на чем написано интересно знать вы а эта форма работает не работает видимо кого-то мне этот код ставил напоминает очень сильно напоминает ладно что ты отвлекся вернемся нас годовщина годовщина на блин даже с этой годовщины уже прошла годовщина ребенок родившийся в этом году уже в школу пошел почти так внучая фрф http который хостится на сервере за деньги мой блог на статическом генераторе сайтов почему ищите теперь муха жук режиссер радиоспектаклей учаев отлично вам подойдет если вы любитель интернет-радиовещания а почему интернет-радиовещания микрофонный энтузиаст администратор интернет-радио иуда иуды почему иуда-то солдафон участник радио иных сходок любитель поездов стартапер школьник массовик затейник даже если вы не попадаете не под один так ладно что там он хотел html ошибся же ведь писал с помощью чат gpt или чего у него там где ошибся чем ошибся а вот это что где он ошибся нормалайз скелетон мэйн нормалайз css ничего себе чё за адрес гитаял они шатали ну вот так это все и происходит делаешь шаг влево и проваливаешься я не знаю ты говоришь чтобы я поздно читал все это пост 21 года он устарел уже вы на и бегем тусинька баут хостинг мой блог так попробуем использовать тоже искусственный интеллект так я хочу вода использовать так чтобы уже отказаться этого использования на самом деле что-то как-то по-моему это вредно очень может нанести вред психическому здоровью а то ритм из блог в.м. е. simmer плен прочитай статьи в блоге и перескажи и и мой другу хочет чтобы я воспользовался какими-то советами из этой статьи, но мне лень читать. Раньше он не мог, что-то какие-то сбои были. Так, создание блога Hyuga. Hyuga, генератор статических сайтов, написанный на Go. GitLabPages предоставляет бесплатный хостинг. Настройка проекта. Зарегистрируйтесь на GitLab, создайте проект о шаблонах Hyuga. Настройте URL в ConfigTomal. Здесь куча незнакомых слов. Мой друг профессиональный девупс с многолетним стажем. А я простой диджей. На радио нужно всё это освоить. Какой первый шаг? Только шаг. Очень маленький шажочек, который я смогу сделать сегодня. Не надо мне кидать опять кучу пунктов из родмэпов. Ты понял меня? Меня твои портянки из кучи пунктов. Где мотивируют? Хорошо, давай сделаем маленький шажок. Первый шаг. Зарегистрируйся на GitLab. Перейди на GitLab. Sign up. Бла-бла-бла. Сделано. Продолжай. Маленькими шажками. Теперь следующий шаг. Создай новый проект на GitLab. Войди в свой аккаунт на GitLab на главной странице. Нажми New Project. Done. Установи Хьюга на свой компьютер. Так, если у тебя Windows... А что он мне тычет? Тыкает он мне. Скачай Хьюга для Windows. Распакуй архив в удобное место. Добавь путь к распакованной папке. Он мне тогда не измельчает, а потом держится мы с его аккаунт обучом. Форoonseski бороджа. Я очень��ipe. Добавь путь к распакованной папке. С Firebase! Добави путь к распакованной папке. Добавить её. Я дамок. Я дамок. вот я сейчас прошу что ты думаешь об этом и вообще я один среди программистов мне грустно и одинокко хьюго это инструмент для создания сайтов он помогает легко создавать и управлять страницами блога мы используем его чтобы автоматизировать процесс создания обновления блога на гитлаб пейджис если хочешь устанавливать хьюго сейчас можешь просто продолжить изучение гитлаб познакомиться с его функциями ты не одинок если у тебя возникнут вопросы всегда можешь спросить помощи или просто пообщаться здесь но я хочу общаться с людьми а не с тобой понимаю тебя чтобы начать общаться с людьми а не только с инструментами можешь присоединиться к сообществом связанным с технологиями и не только метап найди местные встречи и события по интересующим тебя темам присоединяйся группам на фейсбук запрещена в россии экстремистской организации мы вынуждены это говорить так как мы сми и linkedin связанным с технологиями блогами пообщайся на реддит субредитах и таких как поможете найти единомышленников получить поддержку так вернемся к хьюго он имеет какое-то отношение юга босс юга не имеет никакого отношения к юга босс к юга это генератор статических сайтов так я не понимаю что такое генератор последний раз я видел генератор в тракторе т70 приведи пример вроде привет мир на котором мне будет понятно что конкретно делает и юга и главное зачем потому что все что он пишет непонятно непонятно вообще и вот уже из его ответов нужно пошагово если ты хочешь сделать вот в стиле том который я предлагаю обучающий материал то вот так по шажочкам установили идем дальше пинг-понг то есть руль нужно постоянно штурвал предоставлять подопечному так хорошо давай виси на простом примере что я хьюго хьюго берет текст написанный тобой в простом формате маркдаун так и превращает его в готовую веб-страницу так ты пишешь текст маргарда маркдаун так сейчас что нам там пишут я ошибся не ищите пище смел сайт ну чай фрф писал и ч на голом остеемен я писал свой твой блог на джекилл аж в 2017 году и она до сих пор сидит на гитхабе гпт брешет надо использовать create project from a template ну вот go to get lab projects new create from template to create a new project from их юга template пик за их юга template по моему ты придуриваешься это контрапродуктивно нет я не придуриваясь я решил спросить у него по ходу дела будет ли он меня возвращать в нужное русло будет ли он мне писать как один мой наставник всем известный смотри в пол смотри в пол не задавая никаких вопросов так юга превращает этот текст в шт мл код как он это превращает это сервер это что это блин зачем это нужно упрощение работать пишешь текстах юга заботится превращение вот как он превращает как он суп пример привел приложение с гуи веб-сервис сервис что это такое опиши как это работает какой момент я угодно на то сразу должен был сказать из нд файлов делать что имел и кстати может использовать рст юга с этим тоже работает мне нужно будет использовать как парсит выдает нужное оформление в какой момент а парсит блин что это как это работает установка то устанавливаешь юга на свой компьютер создание сайта ты создаешь новый сайт с помощью команды юга какой написание контента пишет контент в маркдаун сборка сайта запускаешь юга он преобразует md файл в шт мл пример использования установив юга создай новый сайт ну вот тут хотя бы понятно то есть его бинарник будет установлен и типа в командной строке я смогу это писать и у пост а чё за команда еще разбираться надо сгенерируй сайт в юга юга поддерживает форматор и строке текст растет для создания контента первый сайт готов ну не знаю а нафига это надо если так это будет все в маркдауне я же сначала записи пишу сайт я позже сделаю читать же смогут это и на гитлабе правильно не только даже анонимусы внучаев мне сердце щемит видеть такого любознательного молодого человека и который все никак не может уже разобраться нет я наконец-то разобрался то есть еще раз он не ответил на вопрос ты так и не ответил на вопрос это утилита получается которая запускается из команды строки на ногу написано ну хорошо ладно да я готов что мы будем делать после того как все это установим наполним запись содержимым соберем сайт теперь ты можешь открыть браузер и перейти по адресу локал хост прекрасно прекрасно а сервер откуда взялся я не понял а откуда возьмется сервер когда ты запускаешь хьюго сервер хьюго автоматически запускает встроенный локальный сервер блин а на сайте он как будет работать на гитлабе этот сервер используется для предпросмотра твоего сайта во время разработки создая новый сайт перейти в папку сайта добавь темы настрой и и ты первым зачем ты меня пустил по этому пути на фига нет юга ну я так и не понял то есть это все затевалась только для того чтобы мд сделать сервер где будет он блин вот это нарушает принцип принцип от общего к частным вот серьезно ты кинул мне ссылку на какую-то статью блин юга какой-то чё он делает вот где этот человек об этом написал он для кого это писал у меня меня сейчас будет бомбить я сейчас попрошу его полностью он для кого написал это для себя автор решил начать блог выбрал хьюго из-за его переносимости удобства и владения данными чё это такое нафига это все где где что такое шаблоны что такое гитлап нахрена то есть человек который все это знает и так ему не нужна эта статья извините и он и так все это понимает блин а человек который этого не знает вы почему не написали перевод статьи прекрасный перевод блин это все что нужно для запуска блога перевел все я пошел ну чая спроси чат gpt он тебя уважает вообще почему он так с тобой поступает вот я хотел как лучше но ты не захотел и бомбишь там нет это не ты это витта в момент сборки в момент сборки он переводит md в html как парсит выдает нужное оформление по моему ты придуриваешься так хочу общаться с людьми чиполлина ну чаев мы тебе посоветуем как и где открыть бложек программировать не нужно будет иди в мамбл что-то один как бобыль там сидишь я уже сегодня ходил в мамбл не нужен тебе никакой хьюго так позвоните хуга он поможет не были чат gpt завтра скайнета ты к нему как собаки относишься и назвали мне не хорошим словом все просто просто используя ремикс ремикс что такое вот демок нет нормальных ничто про хьюго этот блин еще раз ну нету вот юзкейсы бы описали юзкейсы от общего к частному опять же что вот представьте у вас есть ла-ла-ла вы делаете ла-ла-ла откройте запустите блин щелкайте туда щелкайте туда щелкайте туда чё в этот момент происходит я хочу разобраться смотри что есть для этого бложика mdx gsx это еще одна третья какая-то хрень маркдаун фото компонентера mdx лет с юз gsx интересно так я все это скину сейчас это будет первый первый милстоун и я ухожу у меня время уже закончилось так так разобраться пишу мдx ремикс так короче пока не чатик предлагаю тебе проследовать вещать в другое место и школьников своих закадровых забери привет радио также 7 сегодня кодим это я уже читал все нормально все что нарушил правило теперь на тебя польется матча какое правило я не знаю так как юга превращает markdown в html ну просто электрончики бегут в транзисторах затворы бах ячейки памяти нанда сложитель инструкции процессора язык сборки надо ли знать где в транзисторах затворы я не хочу знать про затворы в транзисторах я хотел знать зачем это нужно как это вообще работает в целом процесс какой первое второе третье сейчас все еще ссылку на фьюга и ухожу гух юга айон ну вот еще мне комит опять делать гид эд гид комит м все я ушел всем пока до новых встреч